Продолжение следует... 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 какой-то, мы говорим, что это осёт, неправильно, конечно, на человека так говорить, но в обороте так говорят люди. Почему так говорят? Странно, наоборот, на самом деле, когда вы внимательны, я жил в Узбекистане, я родился в Узбекистане, и я там много видел, у меня ворота открывают, коллеги говорят, там они сразу, и по несколько штук можно сразу увидеть. И мы все хорошо знаем, что, например, конь, вот ты, если на нём скачешь, вот он не умеет распределять свои силы. Ты его чем сильнее будешь, он будет тем сильнее бежать, ещё сильнее будешь, он ещё сильнее будет бежать, до тех пор, пока он не свалится и будет бесполезным, всё, он умрёт сразу. А осёл отличается от коня тем, что он будет идти, бежать, как ты хочешь, но когда он поймёт, что он уже устал, он остановится и будет стоять. Ты его бей, бинай, пока он не отдохнёт, он дальше не пойдёт. Он чётко понимает, что он уже устал, всё, вот надо здесь остановиться. Это очень интересно, на самом деле. Так вот, поэтому они и живут дольше, на самом деле. Они и живут дольше, они выносливее. Их называют выносливыми, на самом деле они не выносливые, они просто умеют распределять свою силу. Если они устали, они стоят. Сегодня христиане, большинство христиан живут именно там. Они не знают своих возможностей. И они делают, пытаются жить, превышая свои возможности. И потом они выдыхаются и говорят, почему так плохо всё? Почему у меня это не получается? Почему? Я вот размышляю над метапознанием, я подумал, как на самом деле, казалось бы, это такое какое-то что-то там с психологией связано там и так далее. Но насколько оно сегодня актуально для нас, вам, для христиан, это метапознание? Насколько сегодня актуально понимать свои способности? Что я сегодня могу? Кто я такой? И почему я есть вообще? Насколько важно это понимать? Вы знаете, во времена апостола Павла иудеи, жившие в то время, они были тоже такими людьми, которые глубоко заблуждались. Реально, они очень глубоко заблуждались. И всё время хотели исполнять закон, всё время хотели, как бы, людей принуждали исполнять закон. И Павел смотрел на них, и мне кажется, что вот эти иудеи, на самом деле, вот как раз таки им не хватало этого метапознания. Потому что при всём своём усердии, на самом деле, если мы говорим, нельзя говорить плохо о фарисеях. Потому что, на самом деле, если мы в целом христианскую жизнь нашу в вере возьмём, то многие из нас до них, мягко говоря, не дотягивают. Потому что при всём своём заблуждении, они действительно приносили десятину, когда надо, приносили все приношения, они постились, когда надо, они молились, когда надо, они всё не соблюдали. Но проблема была в том, что им не хватало настоящего знания. Не хватало знания о том, кто они есть вообще. И что нужно в самом начале делать. Да? Почему написано? В 32 стихе 9 главы написано так. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень приткновения. И дальше, если мы посмотрим 10 главу 3 стихе, написано так. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. В новом переводе, написано в новом переводе этого стиха, он звучит так. Не понимая праведности, что Бог даёт, и пытаясь установить свою собственную праведность, они не приняли Божьей праведности. Эти люди были в глубоком заблуждении. Они думали, что они знают. И они всю свою энергию тратили на то, чтобы спасти собственными делами, собственную праведность заработать. Это большое заблуждение. Сегодня очень много христиан в церкви, на самом деле мы, может быть, думаем, что это не так, но, к большому сожалению, сегодня очень много верующих в церквах, которые живут именно так. Мы пытаемся всё время что-то сделать. Мы хотим всё время какими-то делами заслужить какое-то слисходительное отношение Отца к нам. Это заблуждение. Потому что Он уже возлюбил нас тогда, когда мы были в состоянии греха. Он любит нас такими, какие мы есть. Если бы кто-то из нас мог бы собственными делами оправдаться или как бы заслужить Его доверие, Его любовь и так далее, то Иисусу не надо было приходить на землю. Они реально не понимали, иудеи, и фарисеи не понимали, кто они есть, зачем они тут. И знаете, вот для них Иисус стал камнем предкровения. Что значит камень предкровения? На самом деле я очень много видел таких людей, которые живут для Иисуса. Я сейчас не ошибаюсь, я очень серьёзно говорю, послушайте. Есть очень много христиан, которые хотят жить для Иисуса. И они вываливают всю свою еду и мощь и силу, чтобы жить для Иисуса. Но это неправильно. Я видел, потому что очень много разочарованных людей после этого. Потому что, пройдя какое-то время, они сталкиваются с трудностями, и они говорят, почему это так? Вы сейчас думаете, наверное, что там паса с тобой интересное говорит и неправильное? Возможно. Но я вам скажу такую вещь. Бог не хочет, чтобы ты жил для Него. Бог хочет, чтобы ты прославлял Его. Потому что, когда я говорю, что мы часто хотим жить для Него, мы пытаемся что-то делать без конца для Него. Что-то делать для Него. Своими делами как-то показать. Быть лучше, чем остальные. Это неверно. Бог любит всех одинаково абсолютно. Как тебя, присутствующего здесь, в этом зале. Так и людей за стенами этой церкви, которых здесь нет. Он их одинаково любит, как и тебя. Просто сегодня мы, по благодати и милости Божьей, сегодня здесь. И я верю, что однажды эта милость воскресняется у тех людей, которые там. Потому что Бог их так же любит, как и нас. И заметьте, они абсолютно ничего не сделали для Бога. Еще раз. Они ничего не сделали и не делают для Бога. Но в том милость и благодать, что Бог дает именно ее незаслуженных. Тогда, когда мы ничем не заслужили этого. Потому что Бог хочет, чтобы... Вы вспомните, когда в Евангелии от Матфея, да? Четвертая глава 4 стих Павла написано. Бог для чего избрал учеников? Для чего избрал учеников? Чтобы они жили для Него. Иисус для чего избрал учеников? Написано, чтобы они с Ним были. Он избрал учеников, чтобы они с Ним были. Бог просто хочет, чтобы мы были в Его присутствии. Он хочет, чтобы мы были с Ним. Когда он насадил Эдемский сад и поставил его на Адама. Он что ему сказал? «Каждый день приходи, жили для меня, радуй меня, атакуй для меня». Он сказал, жили в моем присутствии. Наслаждайтесь. Плодитесь, раздражайтесь. Живите в благословении. Живи. Живи в Его присутствии. И каждый день Бог там прогуливался. И Адам жил в Его присутствии. Бог хочет, чтобы мы просто жили в Его присутствии. Но мы сегодня что-то хотим сделать для Него. У нас устают какие-то неимоверные задачи и цели. К которым часто Бог нас не призывал. Мы вчера это изучение Библии проходили. Там мы говорили. Да? Каждый. Надо, чтобы мы двигались по мере веры. Настолько, насколько сегодня Бог дам тебе это. Но ты думаешь, когда сверх этого. И ты хочешь сделать сверх этой задачи. Ты понимаешь, что у тебя ничего не получается. У тебя опускаются руки. И ты говоришь, я не знаю, как дальше быть. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что люди впадают в разочарование. Потому что у них есть усердие. Сегодня многие христиане имеют усердие. Они что-то хотят сделать для Бога. Но давайте мы прочитаем Римлянам 10 глава 2 стих. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению». Не по рассуждению. Что имеют ревность, но не по рассуждению. Что это значит? Я, знаете, что подумал? Я... Вот о чем подумал. Когда... Однажды один проповедник, известный, да? Многие слышали о нем, знают. Я сказал такой фраз, что мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один. Да? И это очень жалкое зрелище. Но я не дам... Я вот разрешаю над этим местным писанием. Я, знаете, о чем подумал? Когда необразованность, или когда незнание, необразованность сталкивается, или не сталкивается, а соединяется с усердием, это АП. Когда человек не понимает, что он делает, но без конца хочет это сделать, потому что он очень усердный, это подобно АПу. Я объясню, что я имею в виду. Представьте себе, я молодежный лидер. Если я молодежный лидер, и вот у меня в группе молодежь, ну, десятый, восьмой, десятый класс, да? Я думаю, что вы согласитесь со мной, что, чтобы вести вот эту молодежь, как минимум, я должен понимать их увлечения. Как минимум, я должен понимать их интеллект. Ну, насколько они... чем они сегодня интересуются? Их интересы понимать, да? Их хобби понимать, их стремления жизненные какие-то. Просто, в принципе, я должен знать о них как можно больше, чтобы вести молодежную группу. Ну, представьте себе, если я лидер молодежной группы. Я абсолютно не знаю, и даже знать не хочу, что они там думают о себе, какие у них увлечения и так далее. Меня это не волнует. Зато я усердный лидер. И я буду долбить в них то, что я думаю. Не думая о том, что сегодня способны они это принять или не способны. То для молодежи это как будто ад. Представь себе, без конца сообщения пишут, пишут, будут каждому писать, без конца наметаем сообщения, сообщения. Эти сообщения абсолютно не затравливают их сердце. Потому что их это не интересует то, что я пишу сегодня. Им это вообще не нужно. И они думают, сколько можно писать? Штука этого времени у него. Бесконечно писать это мне. А потом, представляете, я еще позвоню. Я позвоню. Ребята потом смотрят. Паски звонят. Возьмешь сейчас, начнешь что-то говорить опять. Не возьмешь. Ну, как бы возьмешь плохо. Потому что сейчас опять разговоры начнутся, нотации начнутся. А невозможно настолько усердный наш лидер, что он же придет. И он не знает, что надо с этим делать теперь. То есть, понимаешь, когда необразованность, когда ты не знаешь и ты усердный, это страшно. Потому что сегодня то же самое делали неудеи. Они усердствовали, но не по разумению. То есть, они не знали. Они не знают истины. Не познали Бога. Но они усердны. И поэтому они распяли Христа. Потому что они были усердными. Они думали, что они делали искренне правильно. Но они не знали истины. Сегодня страшно то, что ты не знаешь истину. Часто проблема в том, что мы не знаем. Мы думаем, что мы знаем. Искренне заблуждаются. Искренне заблуждаются. Вы знаете, самые страшные аварии какие? Самые страшные аварии. Очень часто бьются в аварии. Вот если мы общую статистику аварии посмотрим. На данном ДТП. То женщины бьются по мелочи. Чуть-чуть. Там зацепил, тут зацепил. Ну, габаритная машина не понимаю. А там немножко там. А страшно сильные аварии происходят в основном мужчины делают. И когда дальше немножко мы еще посмотрим в общую статистику. То в сильные аварии, в сильные аварии, в сильные ДТП попадают именно те водители, которые имеют хороший стаж. Которые очень опытные. Знаете почему? Потому что есть чрезмерная уверенность. Чрезмерная уверенность. Ты уверен и ты уверенно дальше. Ты уверен и ты поэтому уверенно летишь на этой скорости. Когда ты не уверен, ты потихоньку стараешься лететь. Те, кто в первый раз за рулем сидит, да? А те, кто уверен, они быстро едут. Очень быстро. Они маневрируют без конца на окрасе. А потом куда-нибудь прилипнут. И мы думаем, почему так? Он же хорошо водил, хорошо ездил. Вот именно потому, что он хорошо ездит это происходит. Потому что, когда ты уверен в себе, ты глубоко, если ты при всем при этом глубоко заблуждаешься, это может повречь за собой смерть. Сегодня фарисеи, они вот именно такие. Они были в глубоком заблуждении, но они были настолько уверены, что они поступают правильно. Что призывая или заставляя исполнять закон, они делали правильные вещи. Что они растали Христа. Сегодня задайте себе вопрос. Я ли не поступаю так? На самом деле, может быть... Просто попробуйте включить свое метапо знания. Действительно ли я сегодня двигаюсь в соответствии со своими силами, со своими возможностями, с тем, что мне дал Бог? Или же я от себя чиной занимаюсь больше? Или же я больше занимаюсь от себя чиной? И я глубоко заблуждаюсь. Так что же делать? Что же делать? Как быть? Как мы можем познать? Как познать, что я заблуждаюсь или не заблуждаюсь? Как это понять? Как можно понять, действительно ли я истину знаю или я заблуждение нахожусь сейчас? Давайте мы откроем Псалом, 118-й Псалом, 130-й стих. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Посмотрите еще раз внимание, внимательно. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Слово Божье, только Слово Божье может показать тебе, на истинном ли ты пути или нет. Поэтому мне часто задают вопрос, пастор, почему ты в последнее время уперлись в это слово? Потому что от него все начинается. Да? Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом. Да? Оно было вначале у Бога. И все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Что это значит? То есть все начинается отсюда. Вы говорите, спасение и поверь? Да и аминь. Я верю уже. Но написано, что вера от слов. Возлюбленные, поэтому сегодня, чтобы узнать, на истинном ли ты пути или нет, тебе нужно открывать Писание. И здесь четко написано, откровение слов твоих просвещает. В корейском переводе написано, когда я открываю слово твое, я научаюсь в нем. Когда ты открываешь Писание, ты научаешься в нем. Давайте посмотрим, как я к человеку. Спасибо. Продолжение следует...